Какой лучший способ начать новую рабочую неделю? Безусловно, Зет Натьяк. Тем более, что повод фантастический, а реакция невероятная. Такого масштаба, ну я не помню очень давно. Возможно, наложилось все вместе. И проблемы с российским наступлением, и то, что сменился министр обороны, новый разочаровывает, но пока не прижал к ногтю военкоров. И, конечно, удар по российскому самолету Су-57. Это самый современный российский самолет, самый дорогой. Он не особо летает, он немножко танк-армата, ну то есть он хороший только на бумаге и по факту не используется в нынешней войне. Тем не менее, стоит до хрена, а поразили его самым простым из возможных способов, просто беспилотниками. И после поражения этого самолета и публикации спутниковых снимков, того, как его поразили, ну в Зет Телеграме развернулся просто невероятный масштаб нытья. Просто все плачут, все говорят, как ужасно российское министерство обороны, что до сих пор нет этих гребанных ангаров, что все разворовали и так далее. В общем, что называется, кушайте и не обляпайтесь, замечательная порция свежего Зет Нытья, которая всегда радует, тем более, что мы с вами на Зет Нытье собираем деньги для украинской армии. Ну, поддержать этот ролик традиционно рекомендую лайком, комментариями, подпиской, особенно подпиской. Это помогает Ютубу понять, что ролик надо распространять как можно больше. А также поддержать нужно ролик финансово. Ну, не только ролик, весь канал, если есть такая возможность, поддержите на Патреоне, ссылка на него будет в описании. Ну, давайте начинать. Погружаемся. 20-30 минут отборного нытья от Зет каналов, которые оставят позитивный заряд у вас на весь день, а то и всю неделю. Примечательно, что за день до удара по Су-57 файтер Бомбер отмечал, что это пока чуть ли не единственный самолет, который российская армия не теряла. То есть он буквально накаркал. А вообще, говорил он, ситуация с авиацией плачевная. Вот что он рассказывал в своем аудиокомментарии. Успевает ли ВПК восполнять потери Су-34? ВПК не успевает восполнять потери ни в одном типе самолетов, которые были потеряны в период 22-24. Потому что самолетов было потеряно очень много. Что тут говорить? Очень много самолетов и вертолетов. Более-менее у нас быстро восстанавливаются вертолеты, видимо, потому что его просто проще сделать. Или может быть так налажено у нас, что он делается быстрее, намного быстрее, чем делается любой самолет. Вот, по большому счету, у нас сейчас делается три типа самолета с оперативно-тактической авиацией. Это Су-34, Су-30 и Су-35. Ну и там Су-57 единичных количеств. Поэтому они не терялись. Поэтому, конечно, их там восстанавливать не надо. Так что сглазил. И действительно, был поражен Су-57. Новейший российский самолет якобы пятого поколения. На самом деле он не пятого поколения. Он 4++ поколения. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже. Потому что я за Су-57 сижу давно. Наверное, дольше, чем некоторые Z-военкоры, которые стали такими только после начала войны. Потому что я еще до войны следил за судьбой Су-57. Это бесконечная отмывочная помойка. Но об этом чуть попозже. Итак, началось все с белорусского силовика. По крайней мере, он был одним из первых. В гуру Украины впервые заявили, что поразили российский истребитель пятого поколения Су-57 на авиабазе Вахтубинске. Как видите, он немножко иронизирует. Типа, не впервые поразили, а впервые заявили. Однако от его иронии в дальнейшем не остается и следа. Су-57 действительно поврежден, пишет он позже. На аэродром прилетели украинские дроны. Степень повреждений пока непонятна, заключает белорусский силовик. Алекс Паркер Ретернс тоже реагирует одним из первых. Украинцы заявляют, что смогли с помощью дрона Камикадзе уничтожить или повредить Су-57 на аэродроме Ахтубинск, где вокруг добывается та самая знаменитая астраханская рыбка. Не знаю, насколько правдивы эти фото и не фотошоплены, но самолет стоимостью десятки миллионов долларов без Капанира все равно смотрится дико. Эхо 12 лет развала, идиоти, очков терательства, тупизны, воровства тубинского дегенерата еще годами будет преследовать армию. Получится ли бухгалтеру разгрести эти авгивы конюшни, увидим. Работа непочатый край. Мне нравится, что пока Зет-каналы Белоусова записывают, знаете, как, ну вот все, что происходит, списывается на наследие Шойгу. И не важно, что Белоусов уже, ну, какое-то продолжительное время находится во главе Министерства обороны. Уже находится достаточное время, чтобы как минимум начать говорить правду, чтобы перестать рассказывать, что все сбили, все уничтожили, рассказывать про гигантские потери и так далее. Но Белоусов продолжает это делать, несмотря на отсутствие Шойгу, продолжает Канашинсковщину. Поэтому Зет-вейнкором бы уже самим немножко допереть, потому что никаких изменений про Белоусове не будет, как я говорил изначально. И чем дольше все это идет, чем больше времени проходит, тем больше людей мне говорят, ладно, Майкл, извини, что мы говорили, что ты слишком оптимистичен по поводу Белоусова. На самом деле ты был прав, нихера там не поменялось в лучшую сторону, а возможно даже будет и в худшую. В любом случае, как видите, есть еще кредит доверия. Я думаю, что люди и дальше, и дальше будут списывать все на то, что, ну, это наследие Шойгу. Хотя каким образом наследие Шойгу влияет на то, что Су-57 до сих пор стоит без какого-либо укрытия на открытой площадке, и все это спустя недели после того, как Белоусов, так сказать, вошел во главу Минобороны, вопрос открытый. Пока беспилотники украинцев уничтожают новейшие Су-57, которые стоят без капониров, напомню, на что туинский дегенерат выделял в свое время деньги, пишет Алекс Паркер Ретернс. Так, 4,5 миллиарда рублей были потрачены на реконструкцию фортов, которые курировала любимая доченька Тувинса. Если кто-то думает, что форты реставрировались просто для распила денег, то он прав, но проект оказался с далеко идущими целями. Так, сейчас на СТС планируется выход телепередачи аналога Форт Боярд, который продюсирует и собирается вести талантливая дочка. Вот она будет сниматься как раз на одном из этих фортов, отреставрированных за деньги Минобороны. Но какие тут могут быть капонированы военных аэродромов, когда деньги нужно тратить на культурную программу с целью дальнейшего медийного трудоустройства доченьки? Это какой-то позор, пишет Алекс Паркер. Ну, позор в целом российская система власти, мне кажется, что отсутствие капониров в ней одна из наименее позорных вещей, точнее, позорная по военным меркам, но, безусловно, можно было бы и вообще обойтись, и без капониров, и без бомбежек, и без всего остального, если не вторгаться на территорию чужой страны и, по крайней мере, не выпящивать позор собственной армии на весь мир, который до этого момента считал Россию действительно довольно серьезной и боеспособной армией, чуть ли не второй в мире. Сейчас, естественно, от этого звания, от этого мифа не осталось и следа. Удар по Су-57 и его повреждения подтвердил и файтер-бомбер. Да, вчера аэродром в Ахтубинске подвергся атаке БПЛА, написал он. Три штуки долетело. Осколками получил повреждения Су-57. Сейчас определяется, подлежит он восстановлению или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории. Я еще раз подскажу, за цену только одного этого Су-57 укрытие от БПЛА можно было бы построить всем самолетам от А страны. Разумеется, если по пути их не пиздеть и не раздавать откаты. И на ЛАОС бы еще осталось, заключает файтер-бомбер. После того, как файтер-бомбер это написал, ни у кого из Z-каналов не осталось сомнений в том, что эпизод действительно имел место. Военный осведомитель пишет спутниковый снимок поврежденного Су-57 в Ахтубинске после прилета украинских беспилотников, следы от которых можно заметить рядом. В стране не нашлось нормальных ангаров даже для нескольких единиц самолетов пятого поколения. Видимо, ангар дороже самого современного истребителя. Почти 600 километров от линии фронта, кстати, пишет военный осведомитель. К слову, уныло намалеванный силуэт Су-57 в Ахтубинске, который также от небольшого ума рисует и на многих других аэродромах ВКС России вместо строительства укрытий, ожидаемый не смог обмануть современные спутники НАТО с хорошим разрешением съемки, которые сфотографировали настоящий истребитель и навели на него украинские дроны. О чем идет речь? Речь идет о том, что российские воздушные силы на какой-то хер решили на аэродромах рисовать самолеты. Ну, прям, типа, прям рисовать их силуэт. Непонятно зачем. Потому что даже если были спутники с не очень высоким разрешением, тут сразу несколько проблем. Первое. Нарисованные силуэты не отбрасывают тень. А если нарисовать тень, то она будет работать только, я не знаю, несколько десятков минут в сутки. Потому что, как вы знаете, если вы учились в школе, или если вы смотрели по сторонам, в разное время суток тень падает в разную сторону. Поэтому рисунок априори абсолютно дегенеративная идея, которая, я не понимаю, кому пришла в голову. Но второе еще более смешное. Мы когда эти рисунки все делали, их все видели, потому что они рисуют их не за день. Ну, вот за день как-то не получается у них. Поэтому процесс рисования, он откладывается на спутниках. Как бы базово видно, где уже расположены нарисованные. Короче, рисовка самолетов это одна из самых дебильных идей, которая когда-либо была в воздушно-космических силах России. Ну, и как отмечает военный осведомитель, чисто с практической точки зрения уже видно, что они не очень работают. Повернуты назад войне, я пишу, это по поводу Су-57. Укрытие, еще раз укрытие, их отсутствие. Забили хуй, произошел Тимур Иванов. Ну, вот и получаете результат. Напоминаю, я был на куче полигонов, в куче военных частей, особенно летных, и везде были брошенные стройки, причем свеженачатые. Ну, и как всегда, привет сетке профессиональных патриотов России, которые так яро топили, что укрытия не нужны. Интересно, зачем они так делали? Может, они патриоты другой страны? Сдаются вопросом этот Z-канал. Тут тоже интересно, потому что действительно каждый раз, когда уничтожают какое-то количество российских самолетов, во-первых, российская страна этого официально не признает, а во-вторых, вылезают какие-то большие провластные эксперты, которые рассказывают, да зачем нужны укрытия, укрытия не нужны, они только мешают, ни от чего не помогают, дорого стоит, их долго возводить и так далее и тому подобное. Каждый раз, конечно, когда читаешь этот шизу, выглядит это абсолютно уморительно. Ну, вот так. Покрышками, видите, не обложили Су-57, наверное, это его и погубило. Старшеды. Украинцы пишут, а наши блогеры подтверждают, что врагу удалось повредить новейший российский истребитель Су-57, открыто стоящий на аэродроме в Ахтубинске. Вкрыто стоящую, точню, без всяких ангаров. В фильмах для взрослых есть такие категории, как ВДСМ и Куколт. Людям, интересующихся их содержанием, нравится, когда к ним применяют физическое насилие и ебут их жену. Я связываю отсутствие ангаров для самолетов именно с этими сексуальными девиациями, по-другому объяснить просто не могу. Ну, во-первых, я категорически выступаю против использования сексуальных практик, не наносящих никому вред, как оскорбление. А во-вторых, ну, российским военным. Понимаете, там глубокая, на самом деле, причина этого, потому что всем насрать. Потому что в какой момент вы начинаете что-то делать, в какой момент вы начинаете пытаться, там, не знаю, защитить аэродромы или как-то улучшить свою, там, армию или прочее, когда есть проблемы. Здесь же каждый раз, каждый гребаный раз наверх докладывается, что все замечательно. Мы еще вернемся к этому, потому что Минобороны подключила свои ресурсы для того, чтобы рассказать, что на самом деле с самолетом все в порядке и ничего с ним не произошло. Но об этом чуть позже. Поэтому каждый раз нет проблемы, нет решения, зачем строить укрытие, если и так ничего не происходит и никакие самолеты никем не повреждаются. Зергулион. Стоимость Су-57 от 50 миллионов долларов, то есть от 4,5 миллиардов рублей. Очередной ответ на вопрос о необходимости капитальных укрытий для самолетов. Он цитирует пост, который мы уже с вами обсуждали. Напоминаю, был на куче полигонов, куче военных чтей, особенно летных, и везде были брошенные стройки, причем свеженачатые. Выходит, пишет уже Зергулио, вместо этих укрытий у нас опять Тимур Иванов, как и вместо жилья для 50 тысяч военных, бетонные остовы которого разваливаются сейчас по всей России. Очень интересно, какой срок он в итоге получит за все хорошее. Ну, я бы тут еще уточнил, что какой бы срок он ни получил, никак не повлияет на новое воровство и прочее, потому что проблема в самой системе. Если вы хотите армию, в которой не воруют, если вы хотите достойную службу, если вы хотите защищенные границы и все остальное, у вас не может быть власть диктатора, единственная цель которого удержаться у власти. Ваши деньги будут тратиться на очковтирательство, а потенциал вашей страны будет разбазариваться на то, чтобы уничтожать чужие страны, вместо того, чтобы совершенствовать свое. Ну, а если вы достойного генерала поставите в российскую армию, то война тут же закончится, потому что ни один достойный генерал не согласится выполнять преступные приказы, которые отдает Владимир Путин и начальник штаба Герасимов. Именно поэтому это замкнутый круг. Вы не можете решить эту проблему. Вам нужны хорошие генералы, но хорошие генералы воевать за вас не будут. И в итоге у вас плохие генералы, с которыми вы получаете вот это. Очень довольно понятная история, которая не поменяется. Именно поэтому только смена всей системы и замена нынешней российской власти на адекватное прекращение войны и прекращение попыток уничтожить чужие страны может подарить России хотя бы шанс на нормальное существование, в том числе для тех самых военных, которым полагается военное жилье, но они живут фактически на улице. Кирилл Федоров пишет, сразу несколько постов, там разные стадии отрицания, принятия турга, вот этого всего прослеживаются в его канале, ну как, впрочем, и обычно. В результате вчерашней атаки БПЛА на авиабазу в Ахтубинске был поврежден истребитель Су-57. В общей сумме перелетело три дрона. Степень повреждений в данный момент определяется. Стоимость Сушки уже приравняли к укрытиям на все истребители страны. Зато спутница Иванова антиквариат скупала, отмечает, собственно, Кирилл Федоров. Спутниковые снимки, опубликованные врагом в общий доступ, пишет он аэродрома Ахтубинск, где располагается Су-57. Степень повреждения определить сложная, остается надеяться, что борт еще пригоден к восстановлению. На данный момент государство заказало 76 истребителей пятого поколения до 2028 года, из которых было произведено 10-15 штук. «Железобетонное укрытие — это то, что нужно строить прямо сейчас», пишет он, — те самые укрытия, которые спасали бы самолеты и личный состав от большей номенклатуры вооружений противника. В теории даже простейшие ангары, как, например, Китай, могут помочь, смещая эпицентр от взрыва и снижая вероятность повреждений, уничтожения и ранения или гибели. Также, смотря на спутниковый снимок, можно заметить силуэты опор. Но тот факт, что самолет стоит на этом месте, означает, что навряд ли это ангар. Это, скорее всего, обычная сеть против эспиведронов-диверсантов. И да, ангары могут построить либо частные инвесторы, либо Минобороны Российской Федерации, о чем я говорил многократно, в том числе и вчера на федеральных СМИ. Народными сборами мы не построим ничего дельного, хотя если в несколько каналов соберемся, и в качестве инициативного примера что-то сделать сможем. Но точно не ЖБУ, такое нам не дадут. Мне вообще нравится уровень страны. Ничего не щелкает у них, когда буквально на укрытие для самолетов надо собирать волонтерами. Потому что, знаете, Путин уже несколько раз спрашивает, типа, Владимир Владимирович, а почему у нас вообще люди собирают деньги на армию, когда армия финансируется на невероятном уровне? Путин сказал, в армии всего хватает, сказал Владимир Путин. Я напоминаю, он говорит, они это делают, чтобы быть ближе, так сказать, единение было между обществом и армией. То есть в армии всего хватает, товарищи. Вы не замечали? В армии всего хватает, именно поэтому регулярно все эти уроды ездят с грузами. Именно поэтому регулярно российские солдаты записывают обращения. Вот в Украине, например, там ничего не хватает. Об этом прямо говорит и сам Зеленский, и украинские военные. И понятно, почему не хватает на страну. Напали. Страна была атакована Российской Федерацией. Поэтому я постоянно провожу сборы в помощь ВСУ, и многие другие проводят, и низкий им поклон за это. И спасибо всем, кто в них участвует в этих самых сборах. Но российская армия, она агрессор. То есть она начала это и продолжает это. То есть она принимает решение продолжать это и тратит свои деньги на это. Но при этом сборщики постоянно собирают на теплоки, на мавики, на все на свете. А теперь, видимо, нужно собирать и на компониры для самолетов. Ну, я надеюсь, что они начнут объявлять такие большие сборы, потому что против таких больших сборов у меня есть инструменты, которые работают. Против маленьких тоже есть. И когда вы видите в Z-каналах разные сообщения, когда ругаются на ВТБ, на Сбербанк, подмигивайте сами себя. Но пока есть еще к чему стремиться. Еще не все банки мы успешно знаем, как блокировать. Над этим работа ведется. Продолжаем с Z-натьем. Воевода вещает, пишет. Не комментирую новость в Су-57 только потому, что печет так, что боюсь наговорить на статью. Однако, пишет он, внесу сразу ложку меда. Самолет не сильно поврежден. Сильно будут повреждены жопы тех, кто проспал БПЛА. Надеюсь, комиссия примет решение на восстановление, учитывая, что машина штучная. Ну и надеюсь, хоть это поможет ускорить процесс строительства укрытий. За этот пост ноги зацепились как раз для того, чтобы сделать вывод, что там вообще чуть ли нам не краску поцарапали. Но сам воевода пишет, что комиссия будет, которая будет принимать решение, восстанавливать или нет. Это значит, что ущерб серьезный. То есть это не значит, что подсписание автоматически, что на металлолом. Но если нужна комиссия, которая будет решать, восстанавливать или нет, это значит, что нужно восстанавливать в том смысле, что нанесены повреждения, несовместимые с продолжением работы самолета, боевой машины. Это значит, что, ну там, либо есть повреждения двигателя, либо есть повреждения кабины, несовместимые с полетом. Вот, в общем, я надеюсь, что повреждения действительно серьезные и восстанавливать не будут. Хотя вот воевода пишет, что, видите, они не очень серьезные, но сам про восстановление отмечает. Ну а дальше воевод решил поговорить о том, что такое вообще Су-57, и это хорошее время для того, чтобы нам с вами эту тему тоже поднять. Но еще немного про Су-57 пишет он. Это армата авиации, если хотите. Он как бы есть, и заказ на него есть, и строит их немножко даже. Вопрос, нужен ли сегодня, при условии, что Су-35 делает все то же самое. Вот прям один в один. Не просто летит, стреляет, а оба самолета применяют абсолютно одинаковый спектр вооружения. При этом 35-й можно гораздо быстрее производить, и он сильно дешевле. Про то, что на него обучено огромное количество народу, я вообще молчу. И тут нужно пояснить несколько моментов. В какой-то момент до войны еще я делал серию роликов про российское вооружение. То, какие там большие проблемы, и почему вот эти стройки бесконечные, они не заканчиваются как с арматой, так и с остальными. В чем прикол арматы? Армата действительно один из самых современных танков. Но он излишне современный. В том смысле, что там огромное количество агрегатов, которые нахер не нужны. Ну, я помню самое большое достижение арматы, которым хвастались. Там постоянно апдейтили, значит, количество всяких приколов в нем. И последнее, это туалет внутри этого танка. В итоге армата получилась настолько дорогой, что ее не заказывают. Ее нет не потому, что ее невозможно произвести. Ее возможно произвести. Она будет ездить, она будет стрелять. Просто она дорогая. И при этом мало чем отличается от Т-90 прорыв с точки зрения боевого применения. Именно поэтому армата не делается. А не потому, что она там, я не знаю, вымышленная или суперкрутая и только на бумаге. Нет, она реально существующая. Она реально чуть лучше там, не знаю, Т-90. Но она не настолько лучше, чтобы столько стоить. Су-57 абсолютно такая же история. В России очень хотели сделать истребитель пятого поколения. Ну, потому что на Западе же сделали. Мы тоже хотим истребитель пятого поколения. И Су-57 как раз стал истребителем якобы пятого поколения. Однако все военные эксперты, даже про, что называется, российские или как минимум не русофобские, как сказали бы на российских федеральных каналах, не признают Су-57 истребителем пятого поколения. Его обычно записывают как поколение 4+++. Если мне память не изменяет, там три плюса. Надо посмотреть, освежить ролик. В смысле, освежить свою память. Пятым поколением его отказались признавать, потому что он не настолько имеет выдающиеся характеристики. И при этом получается, что он не достигает той точки, где он мог бы, ну, его ключевые параметры были бы настолько хороши, что он бы был геймченджером. И остается примерно на уровне Су-35 с точки зрения применения. Ну, я не знаю, с чем сравнить. Когда у вас просто есть там излишняя мощность внутри компьютера, которую вам некуда применить. То есть вы покупаете себе там 40-90, вставляете в компьютер, а сами играете там в Тетрис, понимаете? То есть вам не нужна эта мощность, ее некуда применить. То же самое с Су-57. Он чуть лучше, но не настолько, чтобы он столько стоит. Поэтому он никому особо нахер и не нужен. И он просто является таким пиар-проектом, чтобы показать, вот, смотрите, у нас есть истребитель пятого поколения, хотя по факту его нет. Но, опять же, я не являюсь военным экспертом, поэтому, кому интересно, посмотрите настоящих военных экспертов. Просто я помню, я этой темой увлекался. Там и Ил-119В в этой среде, и Армата, и Су-57. Это все такие мертворожденные проекты, которые, на самом деле, никому не нужны. Вот. Такая история с этим Су-57. Но давайте вернемся к Z-9. Воевода пишет. То, что на стоимость ремонта одного Су-57 можно было бы полностью оснастить легкими укрытиями для самолетов, оперативно-тактической авиации и нескольких аэродромов при фронтовых городах. Но за два года боевых действий и частых прилетов дронов по авиатехнике ответственные лица сделают это неудосуждаюсь. В отличие, например, от стран СНГ, у которых никакой войны и потерь бортов от БЛА не было вовсе. Мы почему-то уверены, что эти самые ответственные лица в ответ на публикации о жизненной необходимости навесов или ЖБУ указывали на то, что блогеры, дескать, зря возмущают спокойствие, да и вообще ничего они не понимают. Ну что ж, это повод напомнить вновь. Отвечать за произошедшее и грядущее в свете разрешения бить западным дальнобойным оружием по старым регионам придется уж точно не. Блогерам, заключает Рыбарь. Да, отвечать придется Сергею Шайгу, видимо, которого тоже не придется отвечать. Не знаю, Тимур Иванов будет за все отвечать. И все будут грехи списываться на него. Даже если пройдет уже год, все равно будут говорить, ну давайте дадим Белоусову все равно еще время. Хороший момент для того, чтобы напомнить, что нужно помогать ВСУ. Я уже объяснял, почему. Собственно, ВСУ подвергается атакам России. В целом Россия напала на территорию Украины. ВСУ обороняется. У России много на данный момент ресурсов. ВСУ сильно меньше. Поэтому нужна поддержка непосредственно от людей. Давайте продолжать сбор на пикапы для 110 МБР. Как и в прошлый раз. В прошлый раз мы собрали очень неплохо. Давайте еще добавим, чтобы уже одну машину из четырех они смогли себе позволить. Авто на фронте, как они сами говорят, выходит из строя каждый день. И это плохо влияет на работу по уничтожению оккупантов. Им сейчас очень нужны четыре пикапа. Типа L200 Toyota Hilux для летунов 110 МБР. И, соответственно, суммарный там очень большой этот сбор. Если среди вас есть какие-то очень богатые люди, было бы здорово, если бы вы его закрыли целиком. Но пока собираем с вами вот своими, что называется, силами. Там я докидываю, вы докидываете. Там уже больше 200 тысяч гривен. Давайте докидаем до 400 хотя бы, чтобы они уже одну какую-то машину смогли себе позволить. Спасибо большое и 110 МБР за то, что они делают. И всем, кто помогает. Если вы находитесь в России, то не надо донатить. Потому что за это уголовное дело. А если вы находитесь за ее пределами, то, пожалуйста, давайте все вместе поможем Украине победить. QR-код перед вами, ссылочка в описании. Там есть карта, там есть PayPal помимо банки. Все это к вашим услугам для того, чтобы помочь Украине одолеть оккупантов. Ну и переходим к самому вкусному. К тому, как попытались оправдаться. И вот как раз то, про что писал Воевода. Это такой есть кремлевский канал. Война с фейками. Мой любимый. Там потрясающе абсолютно разоблачение каждый раз. У меня есть несколько знакомых журналистов. Мы каждый раз с ними перекидываем друг друга и угораем, потому что просто умора. Иридовка пошла вслед за ними. Ссылка на них написала, что все это вранье. Значит, многоцелевой истребитель Су-57 не получил никаких повреждений после попытки атаки ВСУ. Информация о его поражении оказалась очередной украинской выдумкой. Распространявшаяся информация об уничтожении русского истребителя Су-57 оказалась фейком пештани. Военный аэродром в Ахтубинске действительно подвергся атаке украинских беспилотников, но истребитель остался цел и невредим. По данным источников войны с фейками, в ту ночь мобильные огневые группы отразили все атаки, а на самолетную площадку рухнули только осколки. Прикиньте, вот осколки они рушатся такие, и все вокруг истребителя ложатся, а на него прям ничего не попало. Верим? Верим. Отчитавшись о пресечении массированной атаки дронов, это подтвердило и Министерство обороны России. Никаких повреждений у истребителя нет, как и пострадавших в результате детонации сбитого в БПЛА. Все те, кто распространил дезинформацию, еще и со старыми фотографиями истребителя аж от 2012 года, просто сработали на врага, ожидавшего хотя бы медийного успеха от атаки. Про 2012 год, это они про фотки, которые Осечкин публиковал. В очередной раз Осечкин, конечно. Говна поел. Ну, не привыкать, увы, 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 некоторые повелись на эти фотки. Но те фотографии, которые спутник, это свежие фотографии, это признают абсолютно все. И вот, в общем, они обвиняют, в том числе и провоенных блогеров, в том числе и от авиации, что они вот на врага работают, что довольно уморительно. Отреагировал на это файтер Бомбер, пишет, я за новостями не следил, но вот это прислали, пишет он, публикую публикацию как раз войны с фейками. Собственно, нормально ответило Министерство обороны в своем стиле. Три БПЛА сбили, а сколько не сбили, кого ебет. Остальные комментарии Барцунов можно не читать. Люди на службе им, что сказали писать, то они и пишут, борются с фейками. Тут моя личная озабоченность вызывает факт, а довели ли до первых лиц весь масштаб пиздеца вчерашнего дня, точнее ночи, или ограничились слайдами. Если довели, то сегодня пошла по пизде уже мемная фраза, ошибаться можно, врать нельзя. Ну или нового министра обороны тупо подставили, ну или он имел в виду кого-то другого, или мы его неправильно поняли. Если не довели в полном объеме или довели в запрещенных в Лаусе тонах, тогда ладно, к такому мы привыкшие. Но посмотрим, что будет дальше, пишет файтер Бомбер. Очевидно, что будет дальше, не надо быть 7-5 во лбу. В общем, в Z-каналах тоже очень все оценили замечательную публикацию. Некоторые делают аккуратнее. Например, Андрей Медведев, который пишет, что ну вроде повредили, а может и нет, хрен его знает, но все равно укрытия нужны. Пишет он следующее. Итак, враги, похоже, серьезно повредили нам новейший Су-57. Но дело не только в том, что стояли новейшие самолеты, которые в условиях санкций трудно производить просто под открытым небом. Дело в том, что стояли они так уже давно. Вот коллега отмечает, что полтора года назад уже на вражеских ресурсах публиковались снимки нашего аэродрома и самолетов полтора года. И все это время разные военные эксперты, анонимы и нет, рассказывали, что ангары для авиатехники это слишком дорого, это бессмысленно, это не помогает от дронов и ракетных ударов. Снова ангары дорого, враги не дотянутся, у врагов нет таких средств поражения. Опять ангары дорого, ВСУ не готовы воевать долго. Ну и так далее по кругу в разных вариациях. И даже если действительно, как сейчас пишут, самолеты совершенно не пострадали, это не отменяет того, что самолеты стоят вне ангаров, потому что атаковые отсутствуют, как и того факта, чтобы пола противника летят на большую дистанцию и по заранее определенным целям. Понятно, что определены они с помощью НАТО, но удивительно другое. Возьмем стороннюю ситуацию. Скажем, автодороги. Вот есть некий аварийный участок, там частые аварии, порой со смертельным исходом. Что обычно делают в этом случае? Ставят дополнительные знаки, светофоры, барьерное ограждение и на разделительный. Ну, одним словом, есть варианты. Главное делать. И хочу заметить, что бездействие органов исполнительной власти в сфере повышения безопасности на дороге может привести к печальным для чиновников последствиям, отставкам, скажем. Но вот в отдельных сферах это все как-то иначе работает. Почему? Сдается вопросом Андрея Медведев. Кстати, о том, что ангар для техники дело дорогое до невероятности. Вот фронтовой танковый монстр-царь Мангал. Он дорогой или как? Исходя из возможностей фронтовых рембаз, стоит предположить, что все же это не самая дорогая конструкция. А удачно ли это решение? После того, как два десятка стивидронов врага не смогли уничтожить один из Мангалов, он отработал по целям и выполнил его задачи. И мы определенно понимаем, что это очень толковая конструкция. Мягко говоря, отсюда вопрос. Неужели действительно настолько нереально улучшить быстровозводимые конструкции, чтобы закрыть нашу авиацию от как минимум самопальных бы пола врага? Сдается вопросом Андрея Медведев. И это уморительно. Знаете почему? Потому что сам же Андрей Медведев участвует в отмазке Министерства обороны. Ну то есть он сам пишет, даже если правда, что никто не пострадал, презюмируя, что окей-окей, я согласен, может быть и не пострадал. Так это и есть причина того, почему это не дойдет до верха и никаких укрытий не будет построено. Если никто не пострадал, если что не произошло, то вывод какой? Правильно, ни хера делать не надо. Вот и все. Черный полковник Алксниц апеллирует к Борису Рожину, пытаясь как-то нивелировать заявление Министерства обороны о том, что все под контролем. Надеюсь, никто не обвинит колонел Кассат Бориса Рожина, что он размещает у себя в телеграм-канале украинские фейки. Первая информация об атаке украинских поплавных аэродромов Ахтуменской повреждений Су-57 появилась в сети утром. Рожин, очевидно, перепроверил ее по своим каналам и разместил ее у себя, пишет он. Ну и Анастасия Кашеварова, роднулечка наша, легенда, которую скоро пасает, я думаю, потому что она вновь начала выступать, но все равно. Вот это язык, вот это, вот это, вот ее бы энергию, да, в мирное русло, ее бы таланты, да, на службу, что называется, добра. Но нет, увы, к сожалению, Анастасия Кашеварова давно присягнула злу и с этой дорожки сходить не собирается. Зато как формулирует, давайте ознакомимся. Дронами за копейки в СУ захуярили Су-57 за 4,5 миллиарда рублей. Непосредственная ответственность нужна за личный состав, за вверенное имущество, государственное, волонтерское. Вот я сейчас скажу ту правду, которую обсуждают все, но не говорят, дабы не обидеть военных. А я обижу вас, господа военные и нормальные ребята, которые реально воюют, поймут, что я не про них, а про тех, кто в тылу зарабатывает на горбу своих сослуживцев. Идет техника по железной дороге, неприкрытая, стоит при фронтовых районах, ее все видят, охраны нет. Нет, привозим вам рэп-дроны, вы это перепродаете. По телевизору показывают, как вы героически палками и мешками отбиваетесь от дронов. А где ваши автоматы? Где? Ты, кину, личное оружие. Оружие не чистят, не ухаживают, разбрасывают, кидают танки, технику дорогостоящую, буханки, уайзаки. Не сами купили, можно разъебывать. Бабки с пенсии еще накидают, волонтеры провезут. Военная полиция водку у некоторых ящиками разбивает. А они женам жалуются, что их прессуют. А знает ли жена, что эти деньги, которые должны быть на семью, он потратил на баб и водку, могли бы мавик купить. А волонтеры некоторые, которые берут деньги за репост сбора, это вообще просто мафия. Мы на Запорожье Херсон и ЛНР отправили помощи на десятки миллионов различным подразделениям. Всем миром собирали для пацанов. А потом я узнаю, и мои коллеги, что вот там продавали дроны. Вот тут по пьяни разъебали связь, которую делали. Вот тут профукали дорогущий рэп. Да и сами себе они даже не скинулись по 10 тысяч, чтобы приобрести хоть что-то. Но когда бабулькой по 500 рублей скидывается, а ты, зная, как тяжело проигрываешь деньги, пробухиваешь или продаешь гуманитарку, кто ты после этого? Или местные власти продают в магазинах гуманитарку с надпись мединой России и Народный фронт. Всех, кто ворует, подставляет, дезертирует, бухает, саботирует. Всех по законам военного времени наказывать. Нужно прекращать эту тартугу. Дисциплина, военно-политическая работа нужна. Крутые замполиты нужны. Про замполитов, кстати, я вам скоро расскажу. У Дверски вышла потрясающая публикация. Но Анастасия Кашеварова, конечно. Ой, ну как, по всем, ну по всем, ребят. И Су-57 расхуяли. Как, правда, волонтеры виноваты в том, что... Точнее, военные виноваты в том, что нет укрытий для самолетов. Не очень понятно, что они должны по 10 тысяч скинуться и сами построить укрытие или что. Но в любом случае, вот, пожалуйста, смотрите, зетники, деньги ваши, которые вы на сборах собираете, пропиваются и пробухиваются. На баб тратятся. Я это всячески приветствую. Уважаемые российские военные, кем-то уважаемые, развлекайтесь. Ни в чем себе не отказывайте. Пейте водку, тратите на баб. Пожалуйста, отрывайтесь по полной. Продавайте ребы, продавайте оборудование. Вы хоть повеселитесь перед смертью. Все равно вас в мясной штурм отправят. Какая вам разница, сколько ребов у вас будет? Лучше уж, так сказать, напоследок хорошо тусануть. Два майора. Возвращаемся к теме Су-57. Су-57. Новый перспективный русский самолет, поврежден украинскими дронами. Цена этого пока еще не серийного изделия, а космическая. Кроме того, пока на нем нельзя проводить летные испытания. Значит, враг дронами из говна и палок сумел несколько замедлить внедрение в армию России нового самолета нового поколения. Новейшая многомиллиардная разработка без укрытия, без маскировки. Пока на фронте идет полномасштабная война, а в тылу все, в том числе чиновники, военные и ведомств, живут по расслабленным законам мирного времени, вряд ли удастся избежать в будущем подобного. Ваши слова, два майора, да богу в уши. И Олег Царев. В Украине праздник. По информации ГУР, впервые в истории поражен самый современный российский многоцелевой истребитель Су-57, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. Пишут, что на вооружении наших ВКС находятся считанные единицы указанных боевых самолетов, а стоимость одного составляет 2,2 миллиарда рублей. По данным ведомства Буданова, самолет был поражен вчера на территории аэродрома Ахтубинск в Астраханской области. Это почти в 600 километрах от линии фронта. На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целая, а 8 июня возле него появляются воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшие в результате огневого поражения, пишет ГУР, и привозят спутниковые снимки. Якобы три дрона долетели до аэродрома. Хочу обратить внимание на два момента, пишет Царев. Во-первых, аэродром Ахтубинск принадлежит 929-му государственному летно-испытательному центру Министерства обороны. Им не Чкалово используется для испытательных и тренировочных полетов военных самолетов. То есть Су-57 на нем базироваться не должны были. Во-вторых, судя по фото, над самолетом стоит нечто похожее на укрытие. Скорее всего, это противодронная защита. По этой причине взрывы произошли рядом с самолетом, вероятно, повредили его осколками, но он остался, судя по фото, достаточно целый. Тем не менее, не могу не повторить то, о чем писал после каждого нового налета на наш аэродром. Очевидно, что Украина делает ставку на ударные беспилотники. Их собирают по всей стране в сотнях цехов. Очевидно также, что возрастает их дальность и точность применения, используются технологии. Почему у нас до сих пор не стоит Капанира, объяснить невозможно. Конечно, уважаемые новые руководители Министерства обороны. Вы не можете не знать, что Россия в этом конфликте потеряла на земле больше авиации, чем в воздухе. Решение ставить Капанира уже не назревшее, а давно перезревшее. Ну и, наконец, вспоминают о том, на что параллельно тратились деньги, пока разрушался российский Су-57 до Шерга Русич. Вчера на аэродроме Ахтубинс был поврежден, возможно, и уничтожен истребитель Су-57. Действительно, построить ангары, о которых все уже просто кричат, наши куколды не в состоянии. Зато потратиться на эскортниц на АПМФ – это для них не проблема. Зачем нам истребители? Главное, чтобы у новиопских элит были нормальные эскортницы, а на ангары пусть скидываются бабушки со своих пенсий. Хорошее заключение с замечательного зет-натья. Там еще больше, на самом деле, но я вижу, что уже много времени получилось, поэтому остальное оставлю вам на самоизучение. Можете зайти в телеграм-канал на Западном фронте без перемен, канал Ивана Филиппова, который собирает зет-натье в ежедневном режиме. Там тоже есть некоторая подборочка на эту тему. Ну а с вами был Майкл Наки в невероятно хорошем настроении, уничтоженный Су-57 и пролитая куча слез российских зет-каналов. Еще и мы с вами, я надеюсь, пособираем на транспорт для 110-й ОМБ. До скорых встреч, всего доброго, пусть вся неделя будет похожей. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok